Всем привет! Немножко новостей по малькам в другом аквариуме, куда я их пересадил. Где-то уже больше недели они тут живут. Это второй небольшой аквариум на 25 литров. Как видите, крупных желтых малинезий, которые тут были вместе с петушками, я убрал из аквариума, оставил только петушков. Мальки довольно существенно подросли здесь за это время, и я оставшихся там штук, наверное, 6-7 еще из малявочника выловил. Вот, посадил сюда же, чтобы они быстрее росли. В общем, по малькам сейчас уже стало понятно, каких они тут цветов. Вообще, порядка рыбок здесь, наверное, штук 30. Ну, не 30, может, чуть меньше. Я насчитал 27, ну, плюс-минус. Вот. Как я рассказывал еще до этого, когда отсаживал рыбок на нерест, у меня там были сначала черная малинезия, желтая малинезия и голубая пиццилия. Практически в одно время, там с разницей в несколько дней. Так вот, сейчас уже у мальков виден цвет. Не знаю, камера, наверное, плохо передает, потому что слишком они мелкие и мельтешат быстро. Но смысл в чем? Большая часть, наверное, штук около 20. Здесь это все-таки золотая малинезия. Такие чистенькие, желтые, без вкраплений. Несколько штук желтых с вкраплениями черного, но это естественно, потому что кто его знает, кто там был в этой линии до нереста. И несколько штук я еще заметил с таким голубым отливом, с небольшими черными полосками. И вот странно, что черных мальков практически нет. Буквально там один, может два. То есть, либо они погибли за это время, либо черная малинезия так мало дала мальков, а может быть они какие-то были не чисто черные. И вот эти вот с голубым отливом, которые, они, кстати, такие наиболее крупные из всех, возможно, это от голубой пиццилии. Потому что, когда они там были маленькие, с разницей в несколько дней, было непонятно еще, кто из них кто. Они там были все в куче, в этом малявочнике. Но получается, что все-таки, видимо, голубая пиццилия успела там кого-то родить. Но в основном это все-таки желтые. Мальки довольно неплохо подросли за это время. В общей сложности им сейчас уже, ну, где-то примерно 50 дней, плюс-минус. То есть, больше, чем полтора месяца. И вот так вот они выглядят. Довольно активно питаются, все шустрые такие, плавают хорошо. Крупных рыбок я убрал, чтобы они их не тревожили. Хотя, в принципе, они их и так не трогали. Но для того, чтобы место освободить в аквариуме, я их пересадил в большой. Петушки тут остаются, естественно. Потому что это их, как бы, изначально аквариум несколько сомиков. Мох, кстати, на коряге довольно неплохо разросся. Вон там анцитрус по ней ползает. Он такой пушистый, ветвистый. Может быть, даже его со временем буду немножко подрезать. Но пока вот так вот. Травы тут немного, как видите. Там валиснерия по задней стенке. Она разрастется со временем и задний план закроет. В середине криптокаринки и спереди стрела лист. Еще несколько кустиков я сюда высадил, чтобы попушистей было. Ну и в основном это все-таки пока аквариум для подрастания мальков. Вот такое вот видовое разнообразие здесь. Вот жалко, что черных странно мало. То есть, или это вот эти с голубым отливом, либо это смесь черной малинезии и голубых пиццилли. Потому что я не знаю, кто там в аквариуме они в общем были. Может быть, они успели между собой скреститься, эти виды. Ну, в принципе, так смотрятся неплохо. С небольшими полосками, с голубым отливом. Довольно интересные малечки. И заметил я еще одного или, может быть, двух желто-оранжевых. То есть, видимо, что-то там будет такое еще от красной пицциллии. Потому что, как известно, многие признаки у них проявляются через поколение. Там через два или три поколения могут проявляться. Поэтому от одной и той же рыбки все мальки одинаковые редко очень бывают. Вот такой вот результат. И еще что. В нерестовичке, куда я отсаживал самку-меченосца на днях, наверное, где-то с неделю назад, она сегодня родила мальков. Я ее тут же быстренько оттуда пересадил. Ну, сейчас показывать их пока не буду. Смысла нет. Они очень маленькие, такие полупрозрачные. И прячутся там в траве. Я их штучек семь, наверное, насчитал. Ну, и завтра-послезавтра постараюсь снять видео, если они из зарослей этих выползут. Может, начнут питаться и получится их поснимать чуть-чуть. А пока вот так вот. Уже результат наконец-то. Все-таки я разведу меченосцев Санта-Клауса. Тоже довольно интересные рыбки, красивые. Ну, а пока вот так вот у меня дела в этом маленьком аквариуме обстоят. Сейчас немножко им кинул корма, там чуть-чуть муть поднялась. Ну, не обращайте на это внимания. А так, аквариум чистенький, водичка здесь хорошая, фильтр справляется, все нормально. Мальки чувствуют себя неплохо. Ну, вот такие вот новости небольшие у меня по малькам. Чуть попозже еще поснимаю большой аквариум. Давненько о нем ничего не было. Вот так вот. Ну что, всем пока, друзья. Не забывайте подписываться на канал. Кто смотрит на YouTube, переходите обязательно на Dzen. Ссылочки будут в описании. Ну все, всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok